приветствую всех постоянных и новых зрителей сегодня как и обещала покажу что можно было приобрести в магазине при ботаническом саде а потом мы еще заглянем в ракарий или альпинарий там такие симпатичные цветочки есть если вы еще не видели видео с выставки орхидеи тропических растений я оставлю ссылку в описании под видео надо иметь ввиду что это не теплица и не цветочный магазин а сувенирный магазин при знаменитом королевском ботаническом садике у гаданс и цены здесь соответствующие обычно здесь ничего кроме фаленопсисов не продается поэтому с каждым шагом мы ахали на входе нас встретили цимбидиумы особенно нам понравились каскадные цимбидиумы по кусачей цене в 50 фунтов а такой декоративный ананасик я тоже не прочь бы иметь если бы было место потом мы увидели ансидиумы и ванды и наши охи и ахи даже обратили на себя внимание работников магазина и они нас любезно направили дальше и тут мы увидели бросоволу мы схватили по бросоволе и написали смс лени спрашивая нужна ли ей такая лена благоразумно спросила про цену а мы на цену даже не посмотрели оказалось что одна стоит 47 фунтов мы подумали-подумали и решили взять одну на двоих кристина ее разделит позже и отдаст мне половину говорит что у нее она сейчас благоухает это бросовола на доса и называется она lady of the night потом мы увидели башмаки сам факт что были башмаки и бросоволы уже сам по себе уникален но я равнодушна к американским гибридам я схватила вот этот белый башмак без названия но сама себе уговорила поставить его обратно так как у меня уже есть очень похожий rose down было много ансидиумных гибридов очень здоровый твинкл посмотрите какие у него росты толстенькие ванды фаленопсисы дендробиумы мелтонии эпидендрумы а увидев эти фаленопсисы я подумала что это леко фантастик и сразу решила купить так как мне очень нравятся лососевые оттенки у меня даже одежда есть таких цветов но оказалось что это не леко фантастик от dragon heart то есть сердце дракона но я все равно его купила тем более что он очень похож мы сейчас после брекзита на голодном паке так что для нас и такое разнообразие было необычно к сожалению мы теперь не можем заказывать из немецких и голландских теплиц кто-то в принципе не посылает нам а кто-то цену здорово поднимает из-за сити сертификатов были еще природные по феопедиумы град триксианумы но кустики были не маленькие и я не решилась его покупать не еще эти садовые украшения в виде летучих мышей понравились я даже спросила у работника если в них какой-то практический смысл но он сказал что это просто украшение хотя я думаю что они могут отпугивать птиц качаясь на ветру продавцы в магазине были очень любезны и согласились поддержать наши покупки пока мы сходили на выставку а теперь давайте заглянем в ракарий или альпинарий здесь много сортов подснежников галантусов в англии много энтузиастов этих цветов так что есть не только архаголики но и галантусоголики и продается множество сортов я честно признаться не очень вижу разницу между ними но разве что одни более высокие другие низкие но самое интересное что есть много дорогих сортов в англии самая дорогая луковица галантуса была продана за 1390 фунтов и это одна луковица не кустик а так в принципе цены варьируют от 5 до 80 фунтов за луковицу но есть конечно и дороже а вот эти нарциссы так сильно благоухали я наверное еще ни разу в жизни не ощущала такого сильного цветочного запаха мне все эти скальные цветочки очень понравились я вообще камни обожаю я в детстве не соглашалась одеть платье если на нем не было карманов а что там детство я и сейчас редко без камней из прогулок возвращаюсь если доживу до пенсии а возраст выхода на пенсию все увеличивается у нас уже известно что мне надо будет выходить на пенсию в 68 лет но пока мне будет 68 лет наверное еще не раз изменится закон так вот я тогда уеду из лондона разобью сад заведу миниатюрного шнауцера у меня уже даже имя есть буду выращивать орхидеи и разные такие цветочки мой друг правда уезжать из лондона совсем не хочет но мне еще есть лет двадцать его переубедить посмотрите это тоже нарцисс кто бы мог подумать в ботаническом саду также есть теплица с бонсай и у меня надо сказать противоречивые чувства к ним с одной стороны мне нравится бонсай как искусство с другой стороны мне жалко деревья и техники у меня ассоциируются с купированием ушей и хвостов у собак но чувствую что меня сейчас закидают тапками любители бонсай и сторонники купированных хвостов вот этому кедру более 45 лет а на бонсай яблони еще остались яблочки представляю как это красиво выглядит в цвету а этой белой японской сосне более 100 лет вот этот можжевельник тоже очень красивый этому китайскому можжевельнику более 80 лет ну и напоследок покажу свой новый фаленопсис и полностью раскрытые цветы дендробиума акацуки комет кинг посмотрите какой огромный цветок и они довольно сильно пахнут а представляете когда и будет много вот ароматное зрелище будет красивый фаленопсис очень красивый вон еще сколько бутонов есть цвет потрясающий очень мне нравится я очень рада что его приобрела на этом я пожалуй буду заканчивать а с вами прощаюсь всего вам доброго до свидания а